Всем привет! Вы смотрите канал Мастерская Голоса, и я, ее несменный ведущий, Сергей Вострецов, федеральный диктор, голос телеканала Муставе и тренер по голосу. Сегодня с вами поговорим не совсем про голос, а про его производную, то есть про результат, про нашу речь, то, что потом облекается из голоса в ясные и понятные мысли. Хочу с вами сегодня обсудить и поделиться признаками хорошей речи. Одним голосом недостаточно, наверное, четко и красиво зацепить внимание слушателя, своих друзей, коллег, начальства, подчиненных. Иногда нужно четко, красиво и понятно, и очень хорошо говорить. Так вот, давайте поговорим про эти признаки. Их сегодня у меня целых 10. Начнем с первого. Поехали! Богатство. Богатство не материальное, а совсем другое. Я имею в виду разнообразие используемых языковых средств. Задача, которую вы ставите перед собой, неизбежна и настоятельно требует большего богатства слов, большего обилия и разнообразия их. Об этом еще говорил Максим Горький. Раз. Дальше. Правильность. Соответствие принятым в определенную эпоху литературно-языковым нормам. Неправильное употребление слов ведет за собой ошибки в области мысли и потом в практике жизни. Следите за правильностью речи. Далее. Следующий признак – это сжатость. Что я имею в виду под словом «сжатость»? Это отсутствие лишних слов, ненужных повторений. Если говорите многословно, это тоже значит, что вы сами плохо понимаете то, о чем говорить. Попытайтесь соединить, выжить смысл, важный смысл из того, что вы хотите сказать, и убрать все лишние слова. Далее. Точность. Это соответствие мыслям, говорящего или пишущего. Точность слова является не только требованием здорового вкуса, но и прежде всего требованием смысла. Далее. Следующий принцип, признак – это чистота. Устранение слов нелитературных, диалектных, жаргонных, просторечных, вульгарных. Убирайте эти слова из своего лексикона. Ну, возможно, где-то в определенной компании со своими друзьями их можно использовать. В профессиональном мире тоже можно использовать некоторые слова, но тем самым вы засоряете в обычной жизни, засоряете свой мозг ненужными словами и чистоту, красоту вашей речи. Далее. Нам нужна обязательно ясность. Доступность к пониманию слушающего и читающего. Ну, если вдруг вы пишете. Говорите так, чтобы вас нельзя было не понять. То есть должны четко излагать свою мысль. Далее. Следующий признак – это логичность. Небрежность языка обуславливает нечеткостью мышления, что неясно представляешь, то неясно и выскажешь. Неточность и запутанность выражений свидетельствуют только о запутанности мыслей. Об этом говорил еще Чернышевский. Далее. Нам необходима живость нашего языка. Отсутствие шаблонов, выразительность, образность, эмоциональность. Язык должен быть живым. Следующий признак – это простота. Ну, это не значит, что нужно совсем выражаться простыми словами. Ну, это как там, что там, что там. Толстой говорил, что под напыщенностью и неестественностью фразы скрывается пустота содержания. Ну, и последний признак хорошей речи – это благозвучие. Антон Павлович Чехов говорил, что вообще следует избегать некрасивых, неблагозвучных слов. Сам он очень не любил слов с обилием шипящих и свистящих звуков. Сам он их избегал. Но, имеется в виду, нужно, наверное, использовать слова, которые... ...сами по себе очень благозвучны. Которые не вызывают двойственность... ...ассоциаций. Возможно, так. Вот на этом все. Будьте... ...грамотны. Говорите красиво. Говорите хорошо. Да пребудет с вами сила голоса.